Фотографии и видео зимнего ледохода заполнили социальные сети в конце прошлой недели. Глыбы льда начали собираться в Торосы, чем и привлекли внимание ярославцев. Под воду сначала ушла часть набережной и летние беседки одного из плавучих отелей. Казалось, ничего особенного, но к вечеру уже стало понятно. Последствия куда серьезнее. Ну хозяев жалко. У них все ангары, кафе, вся площадка, все затоплено. Ремзона, все, везде вода. Как вы видите, вон там уже люди ходят по пояс. Все магазины, частные сооружения и постройки, они все в воде по пояс. То есть ситуация критичная. Экстренно собрали в межведомственную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Спасателей перевели в режим повышенной готовности. В начале недели к затопленному яхт-клубу на Котросли добавились дачные поселки и жилые дома. В деревне Ивановский перевоз Ярославского района люди насосами откачивали воду из подвалов и спален. Вот-вот должна перелиться, поэтому я качаю и не выключаю ее прямо с утра. Четыре дня уже вода стоит и все больше и больше прибывает. В связи с чем отключена канализация, отключена вода. Ни горячей, ни холодной воды нет. Напряжение я боюсь включать, потому что в бойлере розетка находится очень низкая. К концу недели уровень воды в Горьковском водохранилище стал приближаться к критическому. Ушла под воду часть дороги в Тверицах, полностью затопила пляж. В Москве собрали межведомственную комиссию. Сбросы с Рыбинской ГЭС уменьшили, на Нижегородской добавили. На вода по-прежнему захватывала новые территории. В РУСГИДРО отметили работу каскада водохранилищ можно было отрегулировать лучше, имея точный метеорологический прогноз. Но по мнению компании, получить его пока невозможно из-за плохой оснащенности региональных метеостанций. Георгий Колчин, Павел Волков. День в событиях.